Петрашевского, 19. Судя по информации на сайтах недвижимости, вскоре здесь должен появиться четырехэтажный клубный дом комьюнити с подземным паркингом. Однако, будет ли он возведен в действительности? Застройщик уже активно реализовывает жилые площади в мифическом объекте. Стоимость квадратного метра в клубном доме стоит 35 700 гривен. Вопрос лишь в том, что данный земельный участок находится на территории частного сектора индивидуальной жилой застройки. И ничего другого здесь возводить не позволяет законодательство. В частности, зонинг. Строительство ведется восьмиквартирного жилого дома на четыре этажа. При этом из разрешительных документов имеется только право собственности на земельный участок и зарегистрированная декларация о начале подготовительных работ, при этом, внимание, строительство индивидуального жилого дома. В мэрии уверяют, что застройщик никогда не получит документов на строительство многоквартирного дома на этой территории. Более того, призывают граждан не приобретать жилье, которое с большой долей вероятности так и не будет построено. Говорить о каком-то многоквартирном жилом доме в этом секторе частном говорить нельзя. Поэтому мы всех покупателей, которые могут приобрести там квартиру, уведомили, что это махинация. Никаких разрешительных документов город на многоквартирный дом не выдаст. Любопытно, что владельцем участка является гражданин Виноградов. При этом декларацию о разрешении на подготовительные работы регистрирует некий кооператив с нулевым уставным капиталом, не имеющий ни одного объекта строительства, но зарегистрированный по указанному адресу на Петрашевского. Три физических лица, один из которых является собственником земельного участка, решили учредить строительный кооператив с нулевым статутным капиталом. Для того, чтобы стать его полноценными членами, а всех остальных так называемых инвесторов, которые могут оказаться пострадавшими, сделать ассоциативными членами. То есть фактически строительство восьмиквартирного дома предполагает вступление туда восьми членов кооператива, руководить которыми будут три человека, которые являются его учредителями. В общем, потенциальным покупателям предлагают жилье, построено которое, вероятно, не будет, а если даже пофантазировать, что застройщику удастся реализовать свою идею, то управлять собственной недвижимостью люди не смогут, ведь руководить кооперативом будут не они. Отмечу, что мы попытались пообщаться с собственником участка гражданином Виноградовым, однако он от комментариев отказался.